Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать Макса Коржа. Трек называется «Неважно! Зима 2021». Мне кажется, что я этот домик уже где-то видел. Ну, это, может, его дом? Да, мы вот перед этим что-то мы слушали на фоне домика похожего. Наверное, это... Он же там говорил, что он сбежал из Минска, потому что там неспокойно. Ну, ладно, зима. А зима в этом году, надеюсь, была замечательная не только в России, но и в других странах. Я знаю, что мне писали там про зиму в Украине. И вот Белоруссия, наверное, тоже замечательная зима. Ну, давайте послушаем, что нам об этом скажет и покажет Макс Коржа. Можно представить, что все будущее этого мира будет происходить без путешествий в другие страны. Что все страны изолируются друг от друга и будут наслаждаться тем, что есть. Но мы уже к этому приспосабливаемся. Я надеюсь, это временная мера. Но, честно говоря, похер вообще, что будет дальше. Мы всегда находили выход с любой ситуации. Главное, чтобы было в Каеве. Кто были те, рожденные каменных блоков, о чем мечтают, уже не помнят. Когда надежды все ломают безысходностью, это чувство мне так знакомо. Знай, никогда не поздно в этой жизни послать все нахер начать сначала. Просто давай поднимем руки прямо в воздухе и притворимся, будто взлетаем. Не важно, неужели все, что было большим когда-то, Люди дома стали как коробки. Не важно, неужели я забил, я все понял с вами. Я думал, наконец-то нащупал, и я почти увидел глазами. Я искренне поверил в то чудо, что в этот животный мир добром бывает. Но это было просто кучка иллюзий, направленных лишь только на чувства. Тогда мне стало похер, что будет, и прыгать, как делать безумно. Не важно, неужели все, что было большим когда-то, Люди дома стали как коробки. Не важно, неужели я забил, я все понял с вами. К счастью вовсю толкать землю ногами. И годы пролетят в отражении унылых окон, фаршивых траликов. Ты вспомнишь в детстве, кем ты хотел быть, и кем на самом деле стали мы. Знай, никогда не поздно в этой жизни послать все нахер, начать сначала. Нет, правда. Просто давай поднимем руки, прямо в воздухе притворимся, будто взлетаем. Не важно, мне и уже, все, что было большим когда-то, Люди дома стали как коробки. Не важно, мне и уже, я забил, я все понял с вами. Счастье вовсю толкать землю ногами. Счастье вовсю толкать землю ногами. Красивая природа. Ну, вот знаете, не знаю, мне какое-то ощущение, что вот Макс Корш, он, то ли он и списался, то ли ему вот не хватает каких-то, надо его за границу выпустить, видите, он просится, чтобы он адреналин нахватался и словил вдохновение и начал дальше творить, как в старые добрые времена. Вот у него какие-то треки стали, раньше он философ, да, он все равно философ, но раньше они какие-то полегче были, понимаете. Даже проблемы свои, которые он там, их нам преподносил, они были оптимистичны, понимаете. То есть все проблемы порешаем, звучало между строк. А сейчас, казалось бы, что он тут про зиму и про то, что мы тут все изолированы, да, про это он уже с самого начала сказал. Ну, как-то настолько грыстненько и печальненько, и такая у него безысходность, понимаете. Вот у нас, наш настрой, он зависит от нашего внутреннего я, внутреннего состояния, внутренних чувств. Вот, видимо, у Макс Коржа все-таки какой-то нет у него еще радости в жизни, что-то он там потерял где-то между вот этими красивыми лесами. Поэтому пожелаем Максу Коржу вдохновения, а нам хороших треков от него. Всем пока!